Привет, друзья! Предметы роскоши бывают самыми разными. Обычно это квартиры в престижных районах больших городов, дома, автомобилей, яхты, драгоценности. Люди готовы тратить на все это тысячи и даже миллионы долларов. Однако существует еще один тип предметов роскоши – животные. Разумеется, речь идет не об обычных кошках и собаках. Мы говорим о действительно ценных зверях, стоимость которых сопоставима со стоимостью авто или недвижимости. Внимание на экран! Перед вами самые дорогие животные на планете Земля. Жук-олень Давайте начистоту! Чтобы решиться завести вместо привычного домашнего питомца насекомое, нужно быть очень оригинальным человеком. Ну а чтобы приобрести насекомое, когда всего лишь одна особь стоит до 89 тысяч долларов, нужно быть, ну, очень богатым оригинальным человеком. Судя по всему, на планете такие люди все-таки есть. Возможно, вы уже догадались по видео, о каком насекомом идет речь. Все-таки только жуки-олени обладают такими впечатляющими размерами и характерными круглыми челюстями. Длина тела взрослых самцов этих существ может достигать 8,5 сантиметров. Для сравнения, максимальная длина тела хомяка, как и морской свинки, составляет 35 сантиметров. Получается, 89 тысяч долларов стоит не просто какое-то там обычное насекомое. Такую сумму люди отдают, чтобы обладать огромным жуком, который является питомцем ничуть не менее полноценным, чем какой-нибудь кролик или попугай. Сэр Ланселот Вообще-то, в самом начале этого видео мы говорили о том, что собаки и кошки не входят в список самых дорогих животных мира. Это действительно так. Практически никто не готов отдать за собаку больше, чем несколько тысяч долларов, кроме разве что вот этой пары. В 2012 году газета Daily Mail рассказала историю золотистого лабрадора по кличке Сэр Ланселот и его хозяев. Собака умерла в январе 2008 года от рака, однако Эдгар и Нина Отто настолько ее любили, что сохранили ДНК питомца в замороженном виде. Было решено обратиться в BioArts, единственную на тот момент компанию в мире, которая имела лицензию на клонирование собак, кошек, а также находящихся под угрозой исчезновения видов. Понимаете, к чему мы ведем, да? 155 тысяч долларов пара из Флориды отдала за то, чтобы получить из ДНК своей собаки щенка. Малыш Лэнси родился 18 ноября того же года, был вскормлен суррогатной матерью, а 26 января 2009 года, наконец, оказался у своих старых новых хозяев. Эдгар и Нина заявили, что даже если питомец не будет точно таким, как Сэр Ланселот, они не станут любить его меньше. Несмотря на то, что овцы были одомашнены человеком в глубокой древности, за долгие тысячелетия они не только не потеряли свои ценности, но и приумножили ее. Ну, по крайней мере, некоторые породы и особи. В 2009 году героиня нашего списка, овца по кличке Совершенство Деверенвейл, выращенная в Бандшире, Северная Шотландия, была куплена местным фермером за рекордную денежную сумму. Стоимость животного составила 231 тысячу фунтов стерлингов. На тот момент это было около 350 тысяч долларов. Если же конвертировать валюту сегодня, то уже около 300 тысяч долларов. Почему так дорого, спросите вы? Причина кроется в превосходных физических качествах овцы. Имя Совершенства она получила не случайно. И нет, отдавать такие суммы за овцу вовсе не сумасшествие, потому что прибыль, которую получит владелец в дальнейшем, с лихвой окупит затраты. Мисси. Пришла пора перейти к животным-миллионникам. Корова по кличке Мисси, больше известная миру как самая дорогая корова, также входит в то количество случаев, когда прибыль после покупки перекрывает все затраты. В 2009 году черно-белой корове голдшинской породы Мисси как раз исполнилось 12 лет. Именно тогда состоялся аукцион, где ее продали за 1 миллион и 200 тысяч долларов. Естественно, такой огромной стоимостью животное обладало не случайно. В 2011 году на выставке World Dairy Expo Мисси была названа верхомным гранд-чемпионом из всех пород. Такое же звание она получила и на Royal Agricultural Winter Fair. В 2012 году Мисси стала голдшинской коровой года в Канаде. В общем, животное более чем примечательное. По словам заводчика, покупку он совершил, чтобы с помощью генетического материала Мисси улучшить голдшинскую породу. Везучий верблюд Логично, что очень богатые люди могут позволить себе очень-очень дорогие покупки. Но иногда их стоимость оказывается такой огромной, что просто в голове не укладывается. Да, действительно, сейчас мы расскажем вам о животном, которое было куплено почти за 3 миллиона долларов. Случилось это в 2008 году. Наследный принц Дубая, шейх Хамдан Ибн Мохаммед Аль Мактум, посетил верблюжий фестиваль, который проходил в Абу-Даби. Именно там его высочество присмотрел свою очередную покупку. Верблюдица была оценена в стоимость шикарного автомобиля. В итоге шейх отдал за нее 10 миллионов дирхамов, что составляет около 2,7 миллионов долларов. Зеленая обезьяна. Готовы поспорить? Вы уже наверняка решили, что сейчас мы покажем вам единственную в мире уникальную мартышку зеленого цвета. Как бы не так. Знакомьтесь, это чистокровная верховая лошадь по кличке Зеленая обезьяна. The Brain Monkey. Она является абсолютно самым дорогим животным, которое когда-либо продавалось и покупалось в мире. В 2006 году двухлетний гнедой жеребец был продан на аукционе за 16 миллионов долларов. Интересно, что самая дорогая лошадь в мире в итоге стала самым дорогим разочарованием. В сентябре 2007 года состоялся гоночный дебют жеребца. Он занял третье место. Вторая попытка сделать из зеленой обезьяны чемпиона состоялась через месяц. Однако и тут жеребец занял всего лишь четвертое место. Уже в феврале 2008 года конь официально ушел в отставку, так как не смог принести своим хозяевам победу за первые гонки. Остаток своей жизни зеленая обезьяна провел как жеребец для разведения. Однако и его дети не добились грандиозного успеха в спорте. Теперь вы знаете, какими невероятно дорогими бывают животные. Ну а у нас на этом все. До скорого!